добрый вечер очередной урок у программы звон сегодня мы рассказываем про программу зон теста 2d и результат изменений за последние 10 дней существенный поэтому это будет достаточно продолжительный разговор в первую очередь были добавлены опции группирование сортировки позволяющие теперь по-новому взглянуть на данные особенно это касается конечно межскважинных данных ну и собственно говоря каких-то плотных данных наземной сейсморазведки давайте посмотрим пример но вот собственно говоря наемный пример все пока выглядит как обычно теперь опции сортировки группировки ну плюс вот еще одна опция это применять источники приемники местами иногда это бывает полезно вот сразу предупреждают если разные триггеры для разные длинные записи обращать на это не будем иногда значит вот такой перегруппировка она помогает нам улучшить качество пикировки нужно сказать что в режиме в обычном режиме реверс нам процедуры работают по-разному например авто пикировки сглаживание вот соответственно но вот есть такой вариант если сделать например авто пикировки быстро по разным вариантам сохранить и сохранить это можно получить какой-то более-менее нормальная стартовая приближение для пикировок давайте например попробуем вот он сразу пикировал годограф естественно выглядит тоже теперь по-другому потому что это обращенная установка ну вот собственно теперь можем буфер теперь вернемся например обычному варианту этого мы опять выберем эту опцию но он собственно как выглядит исходная пикировка и здесь теперь давайте попробуем сделать уже пикировку в этом режиме тоже сохраним ну и например я покажу еще один вариант так сказать сортировки и группировки это по принципу общей грибинной точке как из центры выступают между источником и приемником координаты трассы и трассы разбитые а то есть шроты это представляют себе одну дистанцию между источником и приемником вот как выглядит уже вот такие данные да из какие-то данные нам удобно в первого варианты какие-то во втором какие-то в третьем но вот можно попробуем здесь тоже от пикировать автоматически конечно тут слабенькие сигналы можно например сгладить каждый режим сглаживает по разному например сопрямить чем и может быть и пикировок многое сделать потом например нас и взять среднее что-то но вот еще один вариант я вернусь опять же ну то есть вот так это выглядит то есть у нас уже тут возможно проще как это пикировать с отражением а теперь ну и соответственно все фильтрации тоже применяются вот к таким шутом таким образом сгруппированным раскладки вот тут есть у нас хочу одну опцию показать вот например допустим и как-то от пикировали теперь мы хотим сделать 1д проекцию и у нас появилась опция кроме референтной скорости просто для константы можно сделать вот эту 1д референс будет показано так сказать можно показать на каждом шуте и привязываться к ней ну теперь я вот этот 1д референс собственно хочу так я уберу чтоб не мешало теперь я хочу например сделать решение основанное на 1д в этом референс ну и тоже сохраню это в пикировке ну например теперь как вариант можно взять среднюю пикировку от всех имеющихся например загладить ее ну и дальше уже начинать пикировать более детально использованием использованием визу приближение ну или можно как вариант использовать вот это начальное приближение как начальное приближение для вот этой автопикировки здесь это будет до нулевая это референтная и попробовать уже с этих то же самое повторить но уже с начальным приближением и так сказать итерационно двигаться к хорошему результату и собственно говоря не затрачивая больших сил так ну теперь давайте перейдем к тому какие у нас варианты еще есть тогда я даже перейдем наверно к другому примеру но ставлю как есть значит без страсту вот такое градация серое изображение у нас есть мы можем развернуть все наши так сказать шутки вначале это занимает некоторое время но потом все побыстрее вот собственно у нас все развернулось в один вот ну соответственно надо дальше уже пользоваться какими-то опциями зома скролла ну и можно либо мышкой идти либо клавиатурой либо вот на осях какие стрелочки ну собственно ну собственно говоря иногда удобно сравнить соседние шлоты посмотреть как себя в целом ведет сигнал соответственно это опять общего долларов теперь один на всех ну и здесь общая таблица с номерами фото фото ну вот тут даже не вырезают номера трассы очень много данных одновременно вот соответственно все процедуры применяются ну вот тут красными линиями разрывы показывается вот к этому большому фото будут но с учетом вот этих разрывов то же самое можно сделать например сначала обернуть то есть поменять источники с приемниками а потом собственно говоря развернуть а теперь давайте посмотрим как это будет выглядеть в обычное видео вернемся к оригинальной раскладке ну вот собственно говоря как это выглядит уже наша табличка содержит только источники приемники которые нам необходимы на этом шуте но попробуем как здесь будет выглядеть но вот здесь это достаточно удачно можно пикировать так можно пикировать всяк разными способами соответственно тут подсвечены уже все источники приемники сейчас сделана подсказка где можно видеть какой-то номер файла координаты ну и гадок это самое все тут сказать видно некоторые операции конечно не будут работать некоторые процедуры соответственно нужно переходить в режим обычный чтобы они работали например вводить геометрию ну или корректировать поправки момента хотя поправки момента мне кажется можно и так делать но соответственно вот эти все наши референтные они будут работать например скорость один километр тут какая-то погрешность геометрии ну соответственно оно так считается а если мы перейдем теперь к оригинальному что то как будет выглядеть постоянно скорость но тут следует еще сказать что конечно в первую очередь эти опции сортировки группировки должны быть использованы если у вас данные идут например одним файлом нужно разбить на фото первые два это собственно говоря для работы с условными данными если у нас например в каждом файле находятся три трассы по каждому каналу для всп то вот этот способ позволяет взять на каждый первый каждый второй каждый третий и сделал три большие сейсмограммы но либо если вообще одним куском разбить о большой файл на куски соответствующие шутом значит ролл это просто развернуть все трассы в один шот газа это обратно сложить но он будет отсортирован кмп это соответственно как методе отражу на пол и оригинал вернулся к оригинальной раскладке но которые конечно после вот эти в первом году применялись вот значит ну еще мы сделали такую интересную я даже на другом примере это вот количество одновременно показываемых трасс усиление ну и соответственно центральную данным следующим будет которую мы пикируем можно собственно говоря без выхода в зону видеть сблизи что конкретно творится то есть вот такие опции у нас сортировки зумирование а новая опция среди меня всех пикировок до ну и собственно говоря вот эти все новые подсветки везде здесь у нас ничего особо не изменилось вот а ну и все надо сказать что сейчас сделана синхронизация полная трасс если вы на нескольких экранах работаете то можно здесь вынести все эти окна отдельно да например но у меня сейчас один экран поэтому сложно ну и общем все будет синхронизировано можно это видеть если что-то импультировать здесь у меня зеленая ярко-зеленая это активная трасса сразу в таблице переход на году графе это вот квадратик будет соответственно здесь это вот такой но в данном случае источник приемник и не в одном месте соответственно тоже самым цветом подсвечиваются ну а так все это у нас сохраняется вот так что вот такие опции мы добавили самое главное это конечно сортировка и группировка они стоили десяти дней работы но в целом они могут быть крайне полезны спасибо за внимание и до новых встреч это то есть что и Продолжение следует...